Здравствуйте! Опять с вами новости о голливудских звёздах. Ну и сегодня мы вам кое-какие подробности-то расскажем. Звёздах-звёздочках! Что на роли-то расскажем. Ну, начнём с животрепещущей темы, от которой колбасит вообще население Российской Федерации. Российской? Да. У всех остальных не колбасит, у всех остальных спокойно всё. Ну. Ну, так вот. Вот. Ну, начнём с того, что, значит, младшая дочь Адриана Челентано, Розалинда, ей недавно исполнилось 45 лет. Ага. Вот, когда ей исполнилось 45 лет, она, видимо, решила, что уже, что уже там вообще, пора уже раскрыться. И она сказала, что она придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот. Ага. Ага. Тоже мне новость. Ну, так вот, я тебе говорю. А какая это новость, ты понимаешь, если учесть, что она хрен знает, сколько времени об этом известно всем, видимо, было известно всем, кроме её родителей? Кроме родителей. Она сказала, значит, своей матери сначала, Клауде и Море. Ага. Мы с ней поговорили, и после этого решили, в общем, рассказать всё Адриану. Бедную Адриану. Ну, даже как сказать, ну, что бедные? Они, в общем, как бы, сказать, ну, ладно, ну, что делать? Что, трое детей у них? Убить её, что ли, потом? Трое детей у них. Трое детей, ни один нормальным не стал. Что сын придурок, что дочки шизанутые. Слушай, ну, как бы это их личные проблемы. Тут самое интересное, что родители на них реагируют спокойно и любят их. Ну, это главное, да. Это главное, потому что какой бы детёныш ни был, он твой, и ты его любишь. Это точно. А ты, знаешь, мне так нравится, когда, например, родители говорят, всё, я тебя знать не хочу, потому что ты вообще там придерживаешься не той политической ориентации. Может быть, барабан, маразм, маразм. Но маразм крепчает. Вот, и здесь такой же маразм, если бы тот же Адриана сказал, вон с глаз моих. Потому что, ну, дурак. Ну, дурак, она давным-давно самостоятельная на киноактрисе, ей как-то фиолетово. Ну, 45 лет бабе, ну шо, как-нибудь уже без них. Да, разберёт, не девственница. Разберёт, да, явно дело. Ну, в общем, вот всё как бы благополучно закончилось. Ну, а следующая-то у нас история очень весёлая. Я вообще люблю я этого мужика. Да дрёжи. Кого это? Ай, Шварца любимого. А, ну, я его тоже люблю. Мужик. Весь из себя. Вот что, что вот хорошо в нём, да, вот то, что он не боится быть смешным. Он, короче, развеселил тут публику до колик. Он был в Лос-Вегасе, там был национальный финал Родео, да. И, в общем, он так впечатлился, что пошёл там в какой-то магазин, а там в холле у этого магазина была такая игрушечная лошадка. На неё садишься, да? И она едет. А она едет, она как-то лапами так перебирает и едет. Короче, терминатор наш взобрался на эту лошадку. И по залу стал наяривать. Молодец, мужик. Публика в восторге. Арни ржёт, сидит, лошадка скрипит. Слушай, вот он молодец. Он никогда не боялся. Не смешный быт, не бандита себя показать, не очень жёсткого. Все говорили после... Чё, мужик. Да, после терминатора, помнишь, все говорили, но всё, его карьера закончена, он никогда больше не будет ничего играть, кроме как вот таких жёстких убийцев. Ну, это что ты, фу, господи. А какая прелесть была у этого, у Джорджа Лукаса, когда, помнишь, он там шпиона играл. Ой, замечательный. Джимми Ликёрт их убойный. Да, замечательный. А этот детский садовский полицейский. Или этот беременный мужик. Шик. Нет, он молодец, он здоровый. Он, понимаешь, он играет и как дышит. Нет, он классный. Если он сначала был, конечно, не актёр совсем. Нет, но он научился. Да, разыгрался и вообще молодец. В общем, умница и красавица. Обратите внимание, сколько у него высших образований? Ну да. Так интеллект он на лице, между прочим, виден. И как он учился. И он молодец. Он же в кино пришёл уже богатым человеком. Это же... Ну да. Мы же передачу делали, помнишь? Да, помню. О, ну ладно. О, а вот другая новость тут тоже из мира кино, но, мягко говоря, не очень весёлая. Я не знаю, помнишь ты или нет, эту тётку, значит, зовут её Шеннон Гэс Ричардсон. Она снималась в «Ходячих мертвецах» и в «Дневниках вампиров». Ты знаешь, ни то, ни то не смотрела. А нет, «Ходячие мертвецы» смотрела. Рожа у неё такая, когда ей вот как раз живого мертвеца без грима очень даже нормально. Так вот, там же такая история была. Потрясающе. Несколько лет назад Бараку Обаме и мэру Нью-Йорка Блумбергу стали приходить конверты с ядом, с рицином. Ну вот, через некоторое время поступила, значит, новость такая, да, ну, спецслужбы, естественно, работают, что Ну да, что, что, зачем? Да, значит, поступила анонимная такая фигня, что, значит, якобы вот тот-то, тот-то оплатил вот все эти ингредиенты для того, чтобы сделать это рицин. А рицин, в общем, в домашних условиях делается. Совершенно запросто. Ну вот, когда стали выяснять, оказалось, что кредитная карточка принадлежала господину Ричардсу. О, Господи. А этот господин Ричардсон ни с ним, ни духом. И потом, когда, значит, взяли в разработку его жену, вот эту самую Шеннон, да, она сказала, это мой муж, это мой муж, я знаю, он давно хотел отравить президента. Что ей, муж, новую шубку не купил? Ну, там непонятно, что, ну, вероятно, ревность там, или еще что-нибудь такое, ну, что там обычно будет? Ну, и ее на детектор лжи, и детектор лжи она не проходит. И потом ее раскололи, и раскололи ее достаточно быстро. И она сказала, да, это я специально все сделала. Я специально все это сделала. С его кредитом купила, его дискредитировать, чтобы его посадили, чтобы он сидел. Добрая жена? Добрая до слабоумия. Ну, так вот. И она же, смотри, она же сообщает полицию, что якобы обнаружила в его компьютере руководство по изготовлению Рицидна, нормально, да? Да, на самом деле это было... Информацию про Баму и Блумберга, нормально, да? Да. Ну, вот как ее после этого назвать? Шиза. Шиза. Живые мертвецы повлияли на нее хреново. Ага, и дневники вампира тоже. О, это само собой. Крыш поехал. Рожки баба не допила. Да. Ну, ладно. Ну, ну, сейчас так веселенькие дела. Ну, первая новость такая, достаточно забавная, но, ну, так, ну, всякое бывает. Короче говоря, она поделилась фото своего сына, Рокко. Да. А там, значит, юнец 15-летний изображен со своими друзьями и с бутылкой водки. Ой, блин, тьфу на нее. Она вообще всю жизнь была эпатажница, что с нее взяли? Да, ну, и ребенок, видимо, в нее пошел. Ну, как бы ничего особенного, да? А вот вторая вещь гораздо интереснее. Ну, ты помнишь, что недавно она рассталась с танцором с экзотическим именем Заебав. Ну, Заебав, да, Заебав. Короче, вот рассталась она с ней. А теперь она представила публике нового ухажера. Да, ну. Далеко ходить не стала. Он, опять же, танцовщик. Да, ну. Его зовут Тимур Стефенс, и он на 29 лет, младше мадонны. А Заебав был на сколько младше? Примерно на 100%. А, ну, нормально у бабы Климакс. Не, ну ты... Она пошла нормальным путем, ты понимаешь? Бабы при Климаксе треба гормонов. Чем жрать таблетки гормональные? Она просто употребляет этих мальчиков. Консервы. Понятно. Ай, господи, ну так бес в ребро это называется. Седина в бороду. Нет, недостаточность гормонов современным языком. Нефиг, нефиг. Бес там. Бесов нету, есть гормоны. Не, ну, ради бога, просто бедные ее дети, честное слово. А что детям? Дети берут в пример. Ты, ты знаешь, при таких деньгах, которые она на этих детей вбахивает. Не. Ну, понимаешь, деньги деньгами, но хотелось бы нормальную мать. Вообще. Хотелось бы. Да ладно. Ну и последняя новость у нас на сегодня тоже такая забавная про Робби Вильямса. Это который певец? Да, который певец. Не который актер, а который певец. Ага. Ему тут 39. Ага. И он, короче говоря, сказал, ребята, все, пошел я сдаваться. Куды? Липоксацию делать он пошел. Чего? Отсасывать жиры. Нет, липоксацию какой части организма? Щек? Всего. А, всего? Всего. А, ну там же он еще хочет форму подбородка менять. Потом он хочет корректировку лица, вот эту поддержку. Да прыгается, вообще перестанет петь. Дурак перестанет открываться или закрываться. Ну да, он же великолепно пел. Один из моих любимых певцов. Ну, вроде он еще сначала. Сейчас хуже стало. Не знаю. Да. Ты понимаешь, этот тип, у которого не было ни одной некачественной песни. Вот, как Пулачева в молодости. Она не допускала некачественной вещи. Вот у Робина Уильямса, Уильямса не было ни одной некачественной песни. У него все песни великолепные. Вот есть певец одной песни, да, вот тот же Муз возьми, он одну песню нормально сделал. Ну, все остальное это дрэк, даже не проходной. А у Уильямса, у него вся вот эта эпопея, несколько лет он выдавал шлягеры. Один за другим. Сейчас, сейчас его слушаешь и думаешь, куда делась эта его свободная подача голоса? Куда вообще все это делась? Ну, куда? Кризис среднего возраста. Да, он волосы себе уже пересаживал, и в общем, говорит, я боюсь, 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 значит, расплыться, потолстеть. Да, ты лучше бойся голос потерять, фраер зеленый. Какая мне разница, как ты выглядишь, главное, как ты поешь? А ты согласись, что когда ты поешь, например, не в живую, а под фанеру, то тебе важна вот как раз вот эта внешняя упаковка, а то, что там голос. Ты хочешь сказать, что он все время пил под фанеру? Ну, я не знаю, в коробочке принесут этот голос, и все будет в тип-топ. А вот, да, внешний вид, он же стадионы собирает, ему же это, наверное, важнее. Ему клипы важнее, ну, я так понимаю. Не знаю, не знаю. Потому что я, конечно, не права. У меня совершенно было фиолетово, как выглядел по вороте, и сколько он весел. Не, ну это да, абсолютно все равно. У него такая голосина. Хорошо, конечно, когда певец выглядит, в общем, имеет товарный вид, но с другой стороны, не в этом, так сказать, счастье. Хочешь смотреть красивые морды, купи плейбой, правда? Ну да. Вон Франголиса, возьми Франголиса. Ну, да. Он страшный стал, как смертный грех. Голос у него такой, что, глядь, слушай этот голос, ты забываешь вообще, что перед тобой стоит чудовище почти. Ты видишь то, что хочешь, эфир, зефир и прочее счастье. Ну да, ну ладно, господи. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось так, что нормально все. Ну да, не повесится. Фоксируется, посмотрим, чем делал. Ну да, в конце концов, одним певцом меньше, одним больше, их столько. Ну да, не размножается почкованием. Ага. Ладно. Вот, на этом, ребята, с вами это Чао-Какао. Да, не забудьте подписаться на наш канал. Да, если вам про кому-то интересны новости чисто с этого англицкого или синица англицкого, пишите там внизу в комментариях. Мы осветим. Светим-осветим. У нас этот прожектор перестройки. Да, ты говоришь, Перрис Хилтон прожектор. Ну все, до новых встреч. Чао-чао. До новых встреч. Ответ. Продолжение следует...